Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И я хочу, девчонки, в этот раз вам рассказать не о косметике Фаберлик, а о покупках именно бытовой химии для дома. И хочу сказать, что тестировала я, например, к порошок и кондиционер поменьше где-то месяц всего, а вот именно вот эти средства чистящие, то побольше уже месяца три. Итак, первое, с чего я начну, это с стирального порошка, универсальный, концентрированный серий премиум. Поэтому, девчонки, есть, если не ошибаюсь, еще для цветного у них. Но вот этот вот тоже, кстати, подходит. И цветные вещи он, например, не выбеливает. И независимо от того, что в составе также указано, что он идет как отбеливающий. Сначала об этом порошке, какой он классный, не побоюсь этого слова, я узнала от своей мамы. Я ей приобретала на сайте Фаберлик пробничек, буквально там 50 или 20 грамм, знаете, такая упаковка небольшая. Так как у меня есть маленькие дети, то, девчонки, вот, например, вот этот порошок намного даже лучше, чем какой-то для детского белья специальный. Я раньше покупала, например, вот ушастый нянь, да, от того порошка были различные вот эти вот павы, которые, да, после того, когда, допустим, полотенце или какие-то детские высыхали. И вот у этого порошка этого нету. Оно очень делает мягким белье. Оно его, можно так сказать, как бы не пересушивает. Оно очень нежное и приятное. В стирке от белья, девчонки, знаете, вот запах такой очень приятный, ненавязчивый, он не раздражает. Также заявлено, что он не вызывает аллергии и какого-то раздражения. Пока я тоже ничего тут не заметила, все хорошо, ни у кого у нас ничего, все хорошо. Также не оставляет, например, разводов и смягчает воду. И этот порошок, то есть не надо никакими вам пользоваться, например, как колгоны, да, многие любят, девчонки, добавлять. Я знаю, вот у меня знакомые, не надо этого. Он просто отлично справляется, как одиночный. Произведен этот порошок в Германии. Подходит он как для ручной стирки, так и для автомата. Цена у него 600 рублей. Но изначально я тоже боялась, почему я полноценную версию не хотела брать, что это как бы слишком дорого. Я такие порошки вообще дорогие никогда не приобретала. Но, девчонки, тут была акция, и, наверное, даже сейчас есть. Я вам обязательно советую взять. Он там по 279 рублей или как-то так. Ну, то есть вот очень классно. Обязательно советую вам взять, если у вас есть возможность. После удачного опыта с порошком стиральным, конечно же, я решила к нему приобрести вот такую вот новинку, ультракондиционер для белья с аромокапсулами. И, как вот видите, здесь написано 1 флакон на 30 стирок. Это раз 5, и могу сказать с точностью, что он очень экономно расходуется на самом деле. Он придает вещам мягкость, и после стирки они очень такие приятные. И от них, знаете, такой очень тонкий цветочный аромат. Также мне вот очень радует, что здесь в аннотации заявлено, что отсутствуют красители. Снимает он электрическое, электричество, вот это статическое, да. Также заявлено, девчонки, что он уменьшает износ ткани, конечно, это я не могу сказать, как-то это не проверить, и как-то я особо, да, не проверишь. Вот, и он подходит для ручной машины стирки, и вот то, что он экономичный, опять же, радует, и цена его всего, я не ошибаюсь, это было там 150 рублей, что мне вызывает какое-то раздражение и аллергии, как и порошок. Поэтому пользуюсь с удовольствием и думаю, что буду брать вновь. Скажу вам о средстве для мытья посуды. Оно заявлено как концентрировано, то есть обратите внимание на то, что его надо, по идее, разводить. Но я знаю, что многие, вот лично я тоже пользуюсь и ничего не развожу. И для меня небольшой минус в том, то, что эта банка довольно не очень удобная, когда мою посуду, у меня почему-то выскальзывает из рук, и всегда она падает в раковину, вот как-то так. Но если поменьше, может быть, как-то было удобнее. Если я не ошибаюсь, к этому средству продается отдельный флакон, который специально, такая бутылка тоже дополнительная, в которой вот именно вы разводите, допустим, один к двум или один к четырем с водой это средство, и оно получается, то есть его намного больше и вот экономичнее. И, допустим, вот половина использована уже, даже чуть больше, и это я в течение трех месяцев все пользуюсь, и, кстати, у меня еще есть половина. То есть, считай, этой бутылки на полгода хватит. Само средство светло-зеленого цвета, такой жидкий гель с нежным таким ароматом, хорошо пенится, имеет мягкую такую консистенцию, которая вот именно не раздражает кожу рук и не вызывает какой-то там прям сильной аллергии. В принципе, например, как у меня вызывало, вообще стало вызывать последние где-то два года ферри. Смывается это средство довольно хорошо с посудой, но, например, если вы, конечно, переборщите, возьмете больше, чем надо, то, да, пены будет, конечно, уйма. Главное, что бы я хотела сказать вам об этом средстве для мытья посуды, как мне понравилось, как оно отмывает, например, жир со сковорода, когда вы, например, жарите какую-то курицу, и у вас там остается нагрель вот эта вот, и ее трудно, да, чистить не надо, вот буквально совсем два-три движения, и все отлично отходит, очень мягко. Очень также понравилось, как, например, у меня чисто белые чашки для чая, и они были внутри от темной этой заварки, да, прям въелось это все в сами вот эти стаканы, и это средство просто на 5 с плюсом с одного движения, это отмыло. Такое ощущение, что я просто терла кемалюксом. Всего где-то 180 рублей, и обязательно я вам советую его приобрести. И следующее, с чем я вам хочу рассказать, это о таком вот креме для чистки металлических поверхностей. Изначально я его брала для того, чтобы очищать нагоревшие какие-то вниз у кастрюль, да, когда вот трудно очищается это все, и у ручек труднодоступные места. Но я хочу сказать, что мне особо с этой задачей не очень понравилось, как он справляется, и я ему нашла другое применение. Я очищаю им газовую плиту, очень хорошо, она прям белейшая становится, за это я ему очень благодарна. Также хорошо очень чистит металлическую раковину на кухне. И, как видите, вот у меня уже почти весь использован, и буду я еще обязательно снова заказывать. Стоит он, в принципе, недорого, где-то 150 рублей как-то так. Вот, сам по себе крем имеет такую мягкую нежирную текстуру. При чистке он не повреждает поверхность, он не оставляет никаких царапин, все очень мягко. Вы его наносите, например, на газовую плиту, или вот на раковины, например, на смеситель, да, где-то, и оставляете вот на этих пригоревших местах где-то на 3-5 минут. Ну, я оставляю где-то в средние минуты 4, жду, и потом убираю это все аккуратно мягкой тряпочкой или губкой. Также он хорошо полирует поверхность, он достаточно густой, и хочу сказать, что его хватает надолго. Вот этой баночки у меня уже, наверное, где-то 3 месяца, и там еще хватит надолго его. Поэтому могу посоветовать, и обязательно попробуйте какие-то средства, девчонки, которые я вам показала в этом видео. Хотя бы закажите пробнички. Спасибо всем огромное за просмотр, и всем пока!